всем привет дорогие друзья вы на моем канале если не подписались обязательно подпишитесь так сегодня у нас обзор как какого-то телефона тут бог пойми какой пишут 30 баксов рефер был он какой-то город он вот так упакован хорошо причем по даже с параллоном сегодня мы шикуем убираем наш поролончик а это леновик у нас отлично упакованный телефон lenovo с китайскими тут с китайскими всякими тут инициалами чудо чайно уником так коробка но я уже встречал lenovo у меня lenovo у меня коробка просто открывалась крышка тут почему-то вот так ну ладно прощу пока еще не вижу комплекта так вот такой вот комплект данный телефон по моему чисто китайский для китайского рынка модель а 9 а 916 8 гигабайт но все на коробке больше ничего нету вот так вот это упаковано вот такая вот боль с переходником потом кабель микро usb пакетик нету наушников где наушники так инструкция у нас чисто от мао цзэду на китайском тут какая-то барахло это у нас как я понимаю гарантийка так ладно подарили чехол подарили нам чехол с пленочкой пленочки нет обычный силикон не силикона резинка за 30 рублей так вот сам телефон все пленочка есть прощаю так вот сам телефон задняя крышка под кожу вообще классная крышка с такой с наклеечкой lenovo но крышка вообще с классно для телефончика стоит такой мой фун 6 300 по моему или стоил курс доллара скачет уже может и дешевле так крышка кстати да крышка снимается так крышка 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 номер точно такие защелки очень тонкая крышка но кожаная они тут но это не кожа это пластик но вообще классно сделан как будто реально кожа так имеем батарейку у нас на 2500 но и дисплей у нас большой так тут китайский ростех надзор две симки мы большие максимальная так ну что давайте включим ну и под флешечку разъемчик так закрываем нашу крышечку все все четко здесь окантовочка классно выглядит так включаем наш майфун а все съесть съехали съезде так майфу не включаются и буду лежать жестко лоханулся я забыл же что они всякую байду клеят но на батарее так все отклеили мы батареечку нашу закрыли нашу типа кожаную крышку и включаем вот включили наш линовик так вот наш девайс экран кстати неплохой окантовочки такие узенькие еще идеально так китайский друг уже перевел на русский язык что-то тут у нас даже на фоткалась не переворачивается так первое впечатление нет наушников это боль так здесь у нас 8 ядерник антуту нету да иногда устанавливают так антуту у нас нету а ну хотя давайте скачаем сразу быстро так вай-фай включен а пароля не помню так пароля не помню ну все оставляем на тест вот такая распаковочка так что напоминаю делаю брелки гос номер так что у нас получается телефон для китайского рынка собран неплохо выглядит прикольно так вот моя боль так вот эта боль стоит стоит кстати как и эта боль но ничего такие две телеги так у меня сверху разблокировка по экрану этот экран насыщение намного и у меня 4 ядра здесь 8 все-таки лучше брать такой так ладно что у нас так вот эта боль это боль батарея 2 500 принципе сутки стабильно так вот это вот боль боль выглядит так вот такой ладно чем на халяву как на халяву по-любому вычли деньги так пленка боль это боль это боль это боль но сам телефон в принципе нормально я бы взял да и так в принципе взял ладно всем удачи подписывайтесь на канал пока всем привет господа так мы уже здоровались это видео продолжение все в одном видео будет так и у нас на обзоре вот такой вот телефончик а 916 от леново бюджетный такая коробочка обычно леново которое не видел они вот так открываются тут для китайского рынка вот так более бюджетно все в чем заключается бюджет так бюджет телефона заключается в том что они решили запихать сюда восьмиядерник но сэкономить на остальных на оперативке например на на внутренней памяти но у них получилось принципе но смысла ставить сюда восьмиядерник я лично не вижу кстати почему такой стол почему у меня теперь друг как юрик юрик бедный юрик вы узнаете позже из видео и будут скорее всего прикреплены ссылки итак вернёмся к телефону так сейчас настроим телефончик на белом фоне все будет так четкость так вот наш телефон данный телефон имеет 8 ядер ну давайте пробежимся по нему так первое что суперская это задняя крышка просто когда открываешь видишь что задняя крышка можно сказать кожаная это кидает в шок но присмотревшись понимая что это не кожа очень хороший маркетинг маркетинговый ход данная крышка пластиковая но сделана очень шикарно под кожу так про проходила с этим телефоном примерно неделю сейчас откроем его так крышка очень маркая вот такие жирные следы остаются но все это убирается стирается но все равно как-то неприятно так у этого телефона в комплекте был чехол резиновый ну типа силиконового так но вот это вы уже видели до этого видео так вот такая крышечка со строчкой похоже на galaxy тиснение серебристое такое с надписью lenovo классно переливается отверстие под динамик отверстие под камеру под вспышку светодиодную так здесь мы видим камера микрофон ой динамик вспышка два слота полные большие слоты под сим-карту под карту памяти батарею на 2 на 2 на 2 на 2 500 миллиампер часов далее по всему телефону по грани идет окантовка серебристая такая симпатичная но уже после пользования ты уж особо ее не замечаешь далее сверху три с половиной наушники выход выход сейчас одену крышку не видно так как показать то лучше видим usb выход micro usb как кабель так и зарядка три с половиной наушники джек с этого края мы видим звук прибавить убавить и блокировка и включение кнопка ну и снизу если будет видно то снизу у нас микрофончик и вот здесь отверстие для открывания крышечки хоть крышкой кажется тонкой но в принципе у меня на леново какая леново то с 650 точно такая же крышка тоненькая держится хорошо кстати ихнее решение тут тоже было когда я первый раз взял телефон в руки я подумал что крышка реально металлическая так они у них хорошие эти решения втюхать товар на своих китайских внутренностях так да ладно переходим итак вот наш телефон так настроимся чуть в данном аппарате мы ну ладно сейчас перейдем сразу в antutu так переходим в antutu где у нас тест я уже сделал что из теста скажу так так а чё то слетел что а не тест не слетел а где баллы так так прервать так вот тест пройден самое интересное что на первой прошивке с которой он пришел не из китая было 28 600 после замены прошивки 27 600 косарёк они короче накрутили да ладно не об этом итак переходим в рейтинг в рейтинге у нас телефон в рейтинге у нас телефон не захватил рейтинг так поиск модель 916 поиск мне удалось найти да вообще супер ну давайте его сравним с с чем сравним то с нот 4 нот 4 нот 4 нас съедает так не знаю почему он потерялся в рейтинге ну видно прошивка не родная кастомная поэтому данный телефон потерялся в в тесте в тесте ну да в рейтинге в тесте и он находится примерно за на уровне Galaxy S4 они примерно на одной полке итак Lenovo Lenovo A916 прошивка у нас 4.4.2 Android процессор MTK 65 92 это у нас MTK MediaTek так сейчас прибавлю MTK 65 92 графический процессор Mali 450 MP разрешение HD 720 на 1280 камера 13 мегапикселей оперативки доступны из гигабайта 600 963 так процессор тип 32 бит 8 ядер до 1400 разгоняется поставщик ARM так это уже не интересно плотность пикселей 320 dpi 13 мегапикселей камеры как уже сказал фронтальная камера 2 мегапикселя но температура прошивка так далее из датчиков у нас датчик приближения освещения ну и все с gps спорный вопрос точно не знаю не проверил к сожалению не было возможности проверить данный телефон так мультитач мультитач у нас мультитач у нас на пять касаний всего пять касаний больше не дает так ну ладно выходим из антуту после прошивки а кстати на на оригинальном телефоне телефоне так на оригинальном телефоне к сожалению битый русский язык очень часто про проскакивают китайские и английский текст можно сказать английский текст практически везде там в настройках куча английского что создает неудобства в эксплуатации такого телефона далее у нас ips матрица диагональ пять с половиной дюйма очень широкий дисплей батарея к сожалению мне кажется больно маленькая для такого телефона если вы любите посмотреть фильмы или поиграть в игры то запаситесь повар банком потому что вам батареи хватать не будет по интернету так по интернету вот кстати есть вот такие косяки небольшие что не всегда четко срабатывает дисплей но это связано скорее всего еще с пленкой может пленкой мешает чем-то ну вот бывают такие что вводишь надо чуть чуть сильнее нажимать скорее всего это от пленки из-за пленки так вай фай вай фай у нас работает отлично вай фай вай фай куда зайдем то какой то урод газует так вай фай так не вижу браузера ну ладно зайдем в google play play market так в принципе интернет летает все быстро открывается ну скорость вай фай хорошая так ошибка так ну в принципе все отлично работает выходим из программ выключаем вай фай включаем передачу данных данный момент стоит одна сим-карта если бы стояла вторая то надо было выбрать из какой сим-карты выходишь так заходим сим-карты так же все быстро грузится все работает отлично так выходим далее почему пробежаться так закрываем наткнулся на такое что возможно на родной прошивке может не работать как сказать может не работать обе сим-карты одновременно нашел вот такие вот пароли коды итак первый это у нас как вам сказать то серийные не серийные настройки а внутренние настройки телефона итак звездочка решетка звездочка решетка 544 8 2 6 4 решетка звездочка решетка звездочка а и все и погас к сожалению это короче набрал активировать обе сим-карты ну ладно подождем в одной посмотрим как быстро загрузится так первый код у нас получается это загрузка обе сим-карт а второй скорее всего это скрытые настройки так вот мы попали наш телефон набираем опять звездочка так телефон грузится звездочка решетка звездочка решетка так 364 66 33 решетка звездочка решетка звездочка так вот мы попадаем на втором коде мы уже попадаем на внутренние настройки тут все на английском так что придется попереводить тут вот есть тесты модемов тест антенны ну дальше разберетесь видео фона bluetooth wi-fi дисплей wi-fi аудио камера в принципе тут все настраивается тут уже тут уже лезть и не буду разберетесь сами далее так что нам еще показать так по динамику блин с динамиком они конечно лоханулись маловато это динамика не особо он громко играет итак зайдем музыку музыки так два трека неизвестных давайте этот трек прослушаем так вот наш трек трек надежды все слышишь шпит для прости там куда я ухожу весна в сегодня смир итак вот такая у нас звучание так по видео по видео меня конечно порадовало начался новый сезон ходячих мертвецов после прошивки кстати пропал проводник ну так как прошивка кастом скорее всего из-за этого так и видео у нас здесь видео очень порадовало зайдем через player pro продолжить но сначала здесь написано что предохранитель зажигания под номером 27 ясно 27 надо понять где это так насилие ну вот короче картинка не знаю видеокамера на не передаст очень хорошая картинка мне лично понравилось так что же еще в принципе передача цветов очень хорошая экрана приятно смотреть но все-таки батарея маленькая вот этот мне напрягает то что батарея маленькая и кстати сдвоенный фонарик вроде двойной фонарика честно говоря светит хуже чем мой одинарный так сейчас посмотрим так включаем 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 мой так давайте на камеру посмотрим ну в принципе выглядит одинаково но вот на листе вот получается тень от этого от леново а 960 а вот получается тень от моего в принципе я сказал что даже разницы нету но все-таки тут какой-то теплый цвет а тут чисто белые у меня ну фонарик хоть и сдвоенный но особо я от него мощности яркости не увидел далее мы имеем здесь 8 ядерный процессор но один гигабайт памяти это боль честно говоря это боль просто возьмем сандрес сейчас сандрес нам покажет что вот на моем все то же самое на четырех ядерном так резюмируем что мы получим сейчас слава богу так вроде все хорошо вроде бегает вроде все классно прыгает а все классно работает но были вышел она сейчас зайдем по новой так все вроде хорошо заходим настройки дисплей ставим все на максимум так и получаем боль начинает немножко лагать так минуту минуту заходим опции дисплей а вот тени ставим ставим тени и получаем ту же самую тупость как и на 4 ядернике вывод что восьми ядерник здесь особой фишки не дает по камере могу сказать что камера до хорошая ну как хорошая на 6000 она хорошая снимает в принципе неплохо сейчас снимем вот такую фотку получаем короче камера неплохая по выводу этот телефон стоит брать в том случае если у вас есть powerbank и вы хотите hd батарея очень маленькая экран очень большой в 8 ядер тут ни к чему не хватает оперативки не хватает внутренней памяти ну и принципе все есть обзор все что я хотел сказать мое личное мнение кому не нравится не знаю тому не нравится по дизайну вообще класс но марка и крышка но ничего страшного чехол для этого есть в принципе с прошивкой с новой прошивкой с кастомной все работает более-менее читается текст хорошо советую принципе взять такой телефон если хотите ну вот если будут телефон если вот этот телефон стоил бы в то время 6000 смысле как сейчас тоже 6 он стоит и вот такой 6 я бы взял этот я бы упустил бы конечно это не стал бы на него заморачиваться взял бы вот такой так если вот этот стоил 5000 а вот этот 6 все взял был я вот этот батарея как бы держится нормально к сожалению не hd экран но что сделаешь делайте выводы ну так телефон неплохой принципе единственное что косяк вот сюда непонятная работа экрана но это скорее всего это скорее всего штатная пленка из-за нее все эти косяки что плохо перед перелистывается без пленки я думаю будет все работать хорошо тут стекло ничего скорее всего ему не будет кстати вот этому телефон год сейчас секунду вот этому телефону год и как видно ни одной царапины здесь горилла глаз третьего поколения все спасибо всем кто посмотрел удачи кстати так мой дружбан точнее я мы с дружбаном вот так вот будет точнее делаем вот такие вот брелочки если хотите ссылка на группу в описании или пишите мне сразу в личку отправлю вам все удачи всем пока пока